В рамках недели репродуктивного здоровья в Павлодарском перинатальном центре прошел день открытых дверей. Беременных пригласили для того, чтобы ответить на волнующие их вопросы. Также врачи ознакомили их с работой роддома. Подробности в нашем сюжете. По мнению специалистов, населению необходимо больше знать о репродуктивном здоровье. Ведь случаи подростковой беременности, невынашивания плода и преждевременных родов все еще остаются актуальными проблемами. И чем больше люди знают о репродуктивном здоровье, тем более трепетно относятся к зачатию, беременности и родам. Репродуктивное здоровье – это полное физическое, психическое, социальное здоровье. Это не означает только отсутствие каких-то недугов или болезней. То есть все, что влияет на репродуктивное здоровье – это важно. Поэтому нам в чем важность этой проблемы? В том, что нам нужно, чтобы было зачато здоровое потомство. Это потомство должно быть выношено. Мы должны его родить. И это будущее нашего государства. По словам врачей, в программе Ансаган Саби, которая помогает жительницам Казахстана забеременеть с помощью ЭКО, обращаются все более и более молодые люди. На встрече беременным рассказали о том, как вредные привычки и инфекции, передающиеся половым путем, влияют на организм будущей мамы. Сегодня я пришла на День открытых дверей, посвященный ко Дню репродуктивного здоровья, чтобы узнать о будущем, как готовиться, планировать после родов, как себя вести, про контрацепцию, как сохранять это все. Очень доступно объясняют. Кроме того, медики отметили, что к беременности нужно быть готовыми не только психологически и физически, но и финансово. Ведь требуется новая одежда для мамы и ребенка, пеленки, люльки, коляски и множество всего. Также время от времени нужно делать УЗИ и сдавать анализы, а иногда может понадобиться реабилитация. Беременным посоветовали застраховаться в системе ОСМС, чтобы получить все медицинские услуги по беременности и родам бесплатно.